Вот я хочу поделиться с вами, Любовь Николаевна, внимательно послушай пока. Один человек кричал, бежал голый по городу и кричал Эврика. Кто это? Что она говорит? Знает? Архимед. Архимед, Любовь Николаевна сказала. Архимед. Там сколько жидкости выдавливается, как узнать этот вес. Но это новый закон был открытый. И он долго боролся с ним. Царь дал повеление проверить, ему корону сделали, все ли золото там или оно подмешано. Подмешано оказалось серебро. Так вот я сегодня ночью тоже кричал Эврика. Про себя, Юго. Я расскажу маленькую счастью только того, что открыто. Смотрю, ну когда я встаю, ну сколько там, 10-20 минут, первое счастье. Думаю, не буду заходить в интернет, а не получается. Когда стал смотреть, а там Пащенко Владимир мне скинул. И там один мужчина ей рассказывает, как бороться с коленками, когда неладно. Как будто специально для меня. И что нужно взять, говорит, полотенце, показывать, сворачивать. Ну полотенце там вот так, как мое одеяло. Примерно такое. И вот так свернуть, вот сюда подложить. Ну полотенце, я покажу свое полотенце. Вот у меня полотенце. Разверну его. Ну чего я сверну его? Нет, я только подумал, тогда у меня вот это вот есть специально затисканное тут все. А это я красную развешиваю, чтобы видно было. Я говорю, а я из нее если сделаю? Ну, это уже на полотенце похоже. И вот смотри, что надо делать. Я первый раз это буду делать и проверим. Если это действительно так, то того мужчину надо будет найти и отблагодарить. Вот когда я искал того, кто сделал поисковик... Кому профессору. Я же... Так. Ни раньше, ни позже, не руководите собой. Я рассказываю, что ты куда-то лезешь, что-то говорит. Просто Бога не боитесь. Я легко стал пользоваться. Ты скопируешь их себе. Ну я заказал. Программист стал искать и нашел его. Кто сделал поисковик этот? Как удобно. Только нажал где, сколько слов, сколько поминается. И главное, с канонами. И с неканоническими книгами. Кто такой Тимофей Ха? Из Вьетнама. Студент. Учится в Московском государственном университете имя Ломоносова. И опять не православное. Я сказал, найди мне его. У меня с ним связь была, я ему подарки послал. Что мог? Начитанная, там, кажется, книги. Ну, не деньги, конечно. И он такой открытый, в биографии его такая. Ну, хороший человек. Но это не все. Я стал искать других, которые сделали что-то, которыми трудами я пользуюсь. Я обязательно их должен найти и отблагодарить. Он говорит, так полотенце скрутить надо. Ну, полотенце, полотенце. И положить вот сюда под ноги. Между ногами. Вот сюда вот и прилепить. Под одно. А? Под одно колено. Под одно. Не пойму. Под одно колено сперва. Под одно. А, вот как. Вот под одно колено. Я подложил. И вот так его надо плотно, а потом вот за это место притянуть сюда. Десять минут, говорит, подержит. Секунд. Секунду. А потом левое. И опять же, это полотенце скрученное вот так вот за ногу. И не просто, а подтянуть плотною. Десять секунд. Вот я встану или не встану. Если это так, то эврика. Но это не все. Вот смотри. Это все. А теперь дальше-то он показывает еще как. Когда он сидит, кажется, да? Или как? На коленках. Стоит? На коленках встать надо. Я все должен говорить. На коленке встать. На коленках стоять, да? Да. Ага. На коленках. Ну, я так это ночью-то смотрел. Опять туда подложить вот так вот. И садиться на это, да? А там, входит, растягивать надо. Тихонечко. Без напряга, без напряга. А? Без напряга. Без напряга? Да. Ну, а я напряга не делаю никакого. Это так я просто придуряюсь. Мог бы терпеть, няхать. Вот так опять. Ну, сколько дней я уже мучаюсь этим. Я так медленно, медленно, медленно садиться на ногу. Десять секунд. Молодой парень. Без галстука. Я им, галстучникам не доверяю. Вот так. Потом повторять это или нет? Несколько подходов, да? Уже проверять можно. Нет, несколько подходов надо. Это несколько заходов, да? Значит, тогда снова я... Сразу. Ну, хотя бы два-три захода. Вот посмотрите, какие были размышления. Я ночью-то не могу это смотреть, что он говорит-то. Потому что Володя-то спит. Я-то раньше ложусь. Теперь опять сюда. Это полотенце у меня. И ногой подтянуть. Люди любят точность. Вот Володя пишет лепешки. Володя, дай рецепт. Сколько просят. Ну и правильно. Сколько воды, сколько муки, сколько... Ну и чего там есть. И здесь точно... А ты с ничего не надо. Но это не все. Это такая малая часть сегодняшней ночи. Смотри. Я разговариваю с людьми. Десять. Так, теперь я... Вы сразу сделаете, сразу еще раз. Еще раз делать? Ага. Значит, несколько раз. Вот видишь как. Вот хорошо, что Володя здесь. А есть еще такое. Да ведь это же большое дело. Ну и третий раз. Два раза я сделал. Сейчас третий раз. Еще один раз. Ага. Вот так положил полотенце, свернутое. И прижимаю ногой. А вы молитесь, чтобы я ногу не переломил, не оторвал. Не оторвал. Мы за победой не постоим. На всех нужна одна победа. За ценой не постоим. Не надо махать руками. Только смотри и все. Женская голова вообще мало вмещает. А еще показываешь. Показываешь. Господи, я за все христианство. Среди Божьей. Теперь на колебочке встану. Ой. Голова кругом пошла. Видать, там направляется все. Ой, 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 ой. Судорогость свела ногу. Это что-то... Ага, как раз тут и болит у меня. О! Болезнь, видать, вылазит с трудом. Теперь я кладу встану сюда и медленно-медленно сажусь на нее. Это даже еще дешевле. Даже растянуть не надо. Когда от такой перепад попадал, мама всегда говорила, это болезнь выходит, поэтому так больно. Отец что-то там бы заболел. А заболел что? Что-то там было с ногами. И брат мой Иосиф. И мать научили вот это купава, или как называется, желтые цветы на воде, там на болоте. Надо цветами этими обложить ноги. А мать так и сделала. Они сколько не знают. Аня как ободрала им ноги-то, там шкура слезла. Ну, зато цена, мать говорит. И спрашивает, ну и как? Еще помер. Попробуй, прижми к себе руку, чтобы не гляди на меня, отвернись. Так, считать надо. Сразу это помощники, но не люблю я это. Помощник вот, кто сказал в интернете. И Владимир Александрович перекинул. Там непонятно, как нога-то у меня там пальцы мешает. Полотенце скрученное. Там так написано. Я так и делаю. И главное, нравится мне то, что секунды. Еще разок. Так, смотри. Тут самое главное, впереди Эврика будет. Ночь была, у меня сон пропал сразу. Я обычно ложусь, помолюсь, помяну всех. Вплоть первым делом Володю поминаю и заканчиваю президентом страны. А когда Володя идет, он левой рукой отмахивает. Я даю, как, вот идет, как Путин, рукой левой машет всегда. А правое у него свободно. У него сходство с президентом есть даже в походке. Ну и главное звать. Как его звать? Того и другого? Владимирового? Так. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Аминь. Мне приходилось, ладно, пока маленько, может быть потом еще надо? Вот так прямо сидя здесь, на своем, ну-ка я попробую все-таки. Ну знаешь что, как будто легче стало, не смешивай. Вот. Когда Джона Финджеральд Кеннеди убили, то у него осталась жена, у президента. Ну осталось, все осталось. Но она опять вышла замуж, и при том очень быстро, говорит, чуть ли не сто расчины еще не справили. И кто посматывался, миллиардер, грек. Я не буду называть это, знают все. Миллиардер, он перевозит нефть. Там 150 тысяч тонн сразу. Там страшно, какие танкеры у него есть. И он женился на ней. Она там плясала, как все это показывают. Проходит короткое время, а у него наследница только одна дочь. И эта дочь вышла за советского моряка. Что там было у них? Ну разошлись. Она наркоманка. Но у него берут интервью и спрашивают, вот какое ваше самое большое желание, вот с утра до вечера, там ночью. Он говорит, безболезненно сходить в туалет. У него рак прямой кишки. Это непростая болезнь-то. Да еще если запор это, слово запор запомни. Я вот в поликлинике-то городской вчера был, я все смотрел, как все делалось, как люди заходят, какие такие были мужчины, я представляю какой женщины. Никто никого не смотрит, маленькие баночки только с какой-то, что-то там жидкость какая-то похожая на кофе. И в очередь стоят. Маленький коридор, а там 30 человек насчитал. И вот вчера смотрю и написано, туалет. Я стал задуматься, туалет, что такое? Ту, это самолет, который быстро летает, Туполев изобрел. Ту. Вот ты смотри, туалет. А в туалете-то что там будет тогда? Это туалет летит. Значит, это вон что такое. Это я стою размышляю. А, этот человек уделился. А потом лето, и опять все снова летит. Туалет. Я его расшифровал, я себе думаю, ну по-простому все это, чтобы оно весело было. И вот разговариваешь, когда я разговариваю с бабушками, я сильно любил бабушек, всегда старался помогать им. И тоже, ну а болеете как? А наша бабушка вот что-то тяпает или что-то, руку ногу порезала, что она делает? Она вот так земельку берет, помазала это место. Какая же тут гигиена-то? У нас, а тем более если глаза, а тут, тут десятки раз дезинфицируют, смотрят, промазывают, врачи маски надевают. А говорит Господь, плюнул Господь, взял и бреньем, бреньем это грязь. И грязью это помазало ему. Люди, которые подумают, даже ни один шарлатан так не делает, а это Господь Бог. И что, иди к селам, помойся. Пошел умылся, пришел здоровый. Я понял, что когда меня сейчас, сегодня меня хотят повезти там к кому-то врачу, будут разговаривать и скажут, а какие у вас за этот месяц были какие-то впечатления, самые большие, меня по больницам таскали. Я понял, что сегодняшние врачи не нужны. И врачу будет говорить, скажу. А как считаете, они думают, анализы взять, в моче найти причину. Нет, там кроме мочи еще что-то было. А что там могло быть-то? Грех. Вы только тело смотрите. Почему? Один вопрос, кто согрешен, он или родители? Ни одной аптеки, ни одной больницы, ни одной поликлиники. И человек оказался здоров. Почему? Встреча со Христом. Иди и впредь, чтобы не заболеть, не греши. Они не знают, ни один врач меня не спросил. На меня водили сколько, у меня пачки целые сейчас. Все. Вот там, вот так какие-то делали, а потом включают, только меня бьет током. Током проверяли. На ногах тоже сделали, я как ногой-то дернул, я чуть-чуть со стула не шип этого врача-то. Я не руководил с собой. Я как манекен какой делаю. Запор, я к забору. Я спрашиваю, запор это не просто так. А что нужно? Домашними средствами. А какие? Ну вот этот человек миллиардер. Он страдал этим. А что ему нужно показать? Ну я разговариваю со многими. Вот говорит, в Южной Америке, там допустим как-то первое государство, такие лекарства, которые человек предпочтет болеть, чем есть их. А какие? А вот слушай внимательно, у него болит рот. Во рту там что-то напухло, там или зубы. Вот она какая. А там много вшей у него где-то. Я вам только что помогал, давил, руки не вымыл и в рот взял. Перестало болеть. Как? Вшей? Да, вшей. Стали сушить вшей, смешивать их там с тараканами. Лекарства, говорит, абсолютно на 100% выздоравливает. Но автор пишет, это вокруг света журнал. Некоторые предпочтут лучше болеть, чем такое лекарство принимать. Так вот я теперь разговариваю с другими где-то. Разговариваю, это много. О старых людей говорю. А у вас были такие запоры? Все было. А как лечились? Ну вот это. Ну вот это лекарство такое не достанешь. А какое? Орешки кедровые. Вот их надо поесть. Так мы едим, ничего нету. Это не все. И нужно много наточить яблоко 4. На терке мелкой. И туда растительное масло. Еще будет. Ну, я вам не советую, если у вас это нет запора. Иначе, потому что то, что у тебя внутри, теряет всякую связь с тобою. Ты уже не руководишь. А он самой руководит как надо ему. Ты попытки повариваешься, ничего не надо. И все, туалет, и все летит далеко. Ну, это я сегодня размышлениями-то этим и занялся ночью-то и припомнил, как беседовал с бабушками, с разными дедами. Вот дед ходит на занятия. Ну, такой. 98, что ли, лет ему. Он как молодой. Как он болел. Вот финская война. Государство-то маленькое. Ну, мы, говорит, команда отдельно, сколько там у него рота или сколько, допустим, 120 человек было. Наступил вечер. Мы, говорит, выбрали где в лесу полянку. Ну, и ложиться спать. Дежурное где все. У меня не спится никак. Я, говорит, пошел подальше, отошел метров 50. Говорит, тебе же ложбинка. Тогда я лег туда и на себе снег нагреб. И уснул. Утром-то проснулся. Проспал. Встал, никого нигде нету. А это уже дезертирство. Расстрел. Я стою, а что же делать-то? А потом гляжу, бугорки какие-то. Я подошел, тронул. Там мертвый лежит. Я гляжу, второй. Все мертвые. А они ночью пины подошли. А Бел вот сюда вот кинжал вставляет. Ему рот зажимает и вот сюда ткнет. И сразу до сердца. Чтобы он не закрещал. Вот сюда вот, около горла, между этой костью туда дальше-то. А за него мать молилась. И он говорит, я потом узнал. Я не могу назвать, как его. Небольшого роста, как Володя такой. Но такой приятный. И это, с какие качества? Ну, долго житель считается. 98 лет. Да ничего так. Я никогда горячую пищу не ел. И никогда холодную не ел. Всегда теплую. Как у одного норвегии спросили. На чем зиждется? Что у вас такой характер спокойный? Это я никогда не спорил. Он говорит, никогда. Он говорит, никогда. Да не может быть. Может быть. Может быть и так. Он даже в данный момент не стал с ним спорить. Так вот здесь, когда теряется связь, полное неподчинение того, что у тебя есть. Вообще. А человеку-то ничего он не чувствует. Оно просто само теперь. Тебе надо было выйти? Оно выйти что? Ту-а-а лет. Это я только за ночь сегодня сколько опять припоминал. Все смотрел. И вдруг гляжу Володина вот это вот. Полотенца нет. Зато мы нашли. А еще что я думаю. То, что кошка гладить. Животное должно быть. У Ленина на коленях кошка. У Гитлера рядом блонди. Там собака ходит. Он с ней играет. Она ученая. Там прыгает, подносит. Что-то. Почему? Человек как-то расслабляется от этих обычных забот и прочее. Сейчас кто-то спросит. Я скажу. Ты хочешь освободиться от запора? Это очень легко. Ну, в Америке, может быть, нет орешек. А может быть, не они главные. Может быть, там что-то еще было такое. Ну, говорят, что перед этим нужно орешки. А потом яблоки свежие потащить. А потом туда налить растительного масла. Да побольше. Вот. Я уж рассказываю. Это не для одного. Почему? А я не, не кажется, изобретение. Так что его прятать-то? Вот так. Это ты можешь сделать сегодня. Но только заранее знай. То, что внутри, теряет всякую подчиненность голове. Действует совершенно отдельно. Ну, как вот бывает, государство отделяется, какая-то республика, Чечня. Так, то, что ниже пупа, тебе уже не будет подчиняться до времени, пока не уйдет все это такое. Ну, никак. Ну, стараюсь в этот день, говорят, в ванне посидеть. Я как это все узнаю, и думаю, вот это да. А врачи там, вот это надо бить, да с принцовкой. Да там, ой-ой-ой. А да еще если геморрой, делали кому операцию, ему житья нету. У него все время будет тяга сделать раковые болезни. И ничего не сделаешь. Ну, я маленько там смотрю и вспоминаю. Вот как. Даже миллиардер не знал это. Если бы был живой, я бы ему сказал, вот от сегодня, сказал, мой дедушка вот лечился так. Может быть, он что-нибудь отцепил бы. Ну, немножко, хотя бы 150 миллионов долларов нам бы хватило. Потеряевку подняли. Построили. Ну, вот это у меня сегодня 2 марта, четверг 2023 года. Так, еще раз попробую. А сколько раз он не сказал тот? Я не знал, как Виктор или как его звать. Все вы сделали уже. Все вылечился, да? Да. Попробуем еще раз. А то мне идти. К врачам опять это всякие анализы берут. Он говорит, разблокировать колено. Колено разблокировать. А, колено разблокировать. Вообще здорово сказано. Расслабить. Умно. Ну, убрать это. Вот я теперь отстой, когда захожу в щатую летку, и тут у нас занятия идут. Не каждую стадию можно так лечить. Бог добрый, что Бог Иегова глупому русскому народу дал самую лучшую православную веру. Да как же за это мы ответим? Ни одной нации мира Бог не дал таких богатств. Шестую часть суши. Это даже понять нельзя. И обжить не можем ничего. Только свалки делаем. Свалки возле каждого города. Прям в тему. И в тайге, и в заповеднике, везде. И в душе. В душе у нас тоже свалки. Евангелие от Матфея 10.32. И так всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А сейчас так легко исповедовать. У нас такие книги выставлены в интернете. Материалы, газеты. К театру идите, где книжная ярмарка. Каждую субботу с 10 до 13 часов. Наши братья с сестрами там свидетельствуют и продают наши книги. Не оставляйте эту работу. Мы свидетельствовали миру, когда сектанты...